Всем доброго времени суток, уважаемые, а также подписчики и гости моего канала. И сегодня у меня пойдет вот такой интересный разговор о тюнинге определенной катушки. Меня много раз уже писали и спрашивали, снимите видео, как ее можно затюнинговать, потому что я когда делал обзор про эту катушечку, как бы заикнулся там, что вот можно сделать тюнинг и кое-что там показал. От этого на протяжении всего этого времени, после выпуска того видео, люди меня спрашивали, что можно с ней сделать, какой можно сделать тюнинг. И вот как раз как бы предоставился такой определенный момент, и я решил снять видео. Ну а сегодня мы рассмотрим вот такую вот интересную катушечку. Думаю, по шпуле все сразу же все узнали. Это у нас TWIN SV4000PG, да, Power Gear. Вот. И как ее довести до уровня, приближающегося к более совершенному. Ну, так как я уже эту катушечку вам показывал, от этого все уже разобрано и приготовлено, и мы уже посмотрим, что с ней можно сделать. В принципе, безболезненно, безо всяких, скажем так, нюансов и каких-то там секретов, можно просто на нем поменять всего пару втулок. Это, соответственно, одну втулку, которая находится с одной стороны бесконечника, и, соответственно, поменять втулку, которая у нас находится в бегунке. Вот она. И вставляется в толкатель. А толкатель, конечно, толкает штук, на котором находится шпуля. Вот это самое простое, что можно сделать. Ну, сейчас мы рассмотрим все эти нюансы, как это можно все это исполнить. Берется бегунок, берется со втулкой. Берется такого же типа размеров, оригинальный, может быть, не оригинальный, скажем так, такого же типа размера подшипничек. Он, в принципе, у большинства семейств Shimano одинаковый. Убирается вот эта вот втулочка и точно так же вставляется подшипничек. Но остается нам только одно – отрегулировать. Теперь вот этот вот свободный ход этого бегунка в самой катушке. Регулируется он вот такими вот регулировочными шайбами. Вот я покажу уже на примере. Берутся вот такие вот шайбы. Подкладываются. Ставится подшипник. Берется корпус. Все это благополучно вставляется. И с другой стороны мы прожимаем все такими вот крышечками, к примеру. Просто с вами моделирую ситуацию и смотрим. Видите, есть небольшой люфтик. То есть это нужно будет регулировать, смотреть. Но самое главное – нельзя этот убирать люфт в ноль. Нужно оставлять его минимальным, но чтобы он все-таки был. Чтобы потом у вас не было никаких проблем при эксплуатации. Потому что когда будет бегать бегунок, заходить в крайние мертвые точки, верхнюю и нижнюю для шпулей, и переходить вот, видите, по этому переходу на другую дорожку, если вы уберете везде люфты, то у вас будет в этот момент происходить под заклинивание, да. От этого люфты, они должны быть минимальны. Ну, в принципе, кто этим будет заниматься, тот и сам все это вот поймет. Вот. То есть вот таким образом мы, видите, убираем вот этот вот люфт и делаем вот такой небольшой тюнинг. Теперь мне сразу же зададут вопрос, как, допустим, насчет того, что поставить с другой стороны подшипник. Вот. В принципе, если так разобраться, то он подходит и с другой стороны, этот подшипник. Но тут есть определенные, если можно так сказать, трудности, что, в принципе, в домашних условиях сделать будет практически невозможно. Здесь, с другой стороны мы видим, стоит вот такая пластмассовая втулочка и такой вот выступ. И это как раз все размерами по диаметру совпадает с нашим подшипником, который нужно делать на замену. Вот. Соответственно, если мы будем делать посадочное место под подшипник, весь вот этот вот выступ, он сотрется, да, скажем так, его сосверлится, да, потому что подшипник как раз такого же практически типа размера. И придется сверлить уже сам корпус, чтобы сделать посадочное место. А расстояние здесь, конечно, как мы видим, оно, по сути дела, минимально, да. Ну, в принципе, я так померил, прикинул. В принципе, можно сделать, здесь можно сделать какие-то втулку проточить, да, которая будет держать шестерню привода бесконечника. Вот так вот она вставляется. Вставить этот подшипник. Но много-много нюансов. Он будет висеть на самом краю, да. Вот. И в домашних условиях выточить очень точно посадочное место и отцентровать, чтобы он там встал ровно, это практически невозможно. Вот. И возможно ли это вообще, я тоже не знаю, потому что я такого ни разу не делал. Но, может быть, когда-то ради интереса, может быть, у меня будет какой-нибудь экспериментальный такой корпус, да, ненужный какой-нибудь катушечки. Я обязательно подобное что-нибудь для эксперимента попробую. Так что вот самим я не рекомендую вот это вот делать однозначно. Вот. Ну, теперь что хочется сказать про другой момент вот этого тюнинга с бесконечником. Я думаю, мы в целом разобрались. Ну, а теперь посмотрим, как можно затюнинговать бегунок. Вот эта вот пластмассовая втулка, она стоит у большинства катушек Шимана, кроме топовой модели, да, вот, или при топовых моделях, скажем так. И она обычно как бы покороче, бегунок покороче. И такой тюнинг ограничивается заменой всего одного шарика подшипника. Вот, видите. Но как эта втулка очень длинная, то менять нам придется, вернее, ее эту втулку менять придется сразу же на два подшипника. Они как раз совпадают. Втулка длиной по два размера подшипника. Видите. Это тоже стандартные подшипники от Стелла. Они, в принципе, подходят в большинство стандартным катушкам Шимана в бегунок. Вот, уважаемые. Вот берутся два подшипника. Вставляются. И дальше с помощью вот таких вот регулировочных шайб в комплекте, их по три штуки, они там регулируются. Вот вставляется шайба сверху. Вот, закрывается крышкой. Ну и, соответственно, здесь уже садится все на резьбовой фиксатор. И смотрится какой там дуст этого бегунка. Что там? Что там? Как там происходит? Вот. Вот такой способ тюнинга бегунка. Вот мы рассмотрели. Ну и теперь мы рассмотрим самый интересный, как мне кажется, момент в этом тюнинге. Это, конечно, про что я вам в одном из видео и рассказывал. Это именно вот замена обыкновенной гайки ротора на гайку ротора с подшипником. Вот это гайка ротора с подшипником. Она практически подходит от модели Stella 2010 года в размере 4000. Внутри подшипник сразу же спрессованный такой втулочкой, да. И это все у нас идеально, видите, подходит на шток данной катушечки. Вот. Но тут есть определенные нюансы. Сейчас я вам про них расскажу. Вот. Если взять и посмотреть эти две гайки, они, соответственно, чуть-чуть разной высоты. На взгляд, сильно не бросаются, но чуть-чуть разной высоты. И, соответственно, конфигурация вот этого посадочного места гайки у родной Твиновской. Она, видите, как бы сделана не совсем прям под конус, а вот такими вот ступеньками. И вот этот внешний диаметр, где она соприкасается с ротором, да. Вот он меньше диаметра, чем у Stella. Но это все ненамного. Вот. Основные отличия гайки ротора у Stella. Здесь она шла вот таким вот конусом. Видите, как конус начинается. И он продолжался вот до самой-самой кромки, так вот уходил, да. Соответственно, вот этот внешний диаметр, где оно садится, он был чуть-чуть побольше. Соответственно, я это дело маленько расточил. Вернее, не расточил, а сточил. Ошибаюсь чуть-чуть. Вот это делается элементарно. Вот, видите. Берется сначала круглый нарфель. В данном случае я применял алмазный. Он по кругу медленно-медленно, не спеша точится. Потом берется плоский. И плоским уже по всему кругу подбирается уже сам вот этот внешний диаметр до тех пор. Пока он идеально не встанет вот в это вот вместо ротора. Вот, видите, с той стороны он коснулся. Можно его крутить. Все четко, идеально подогнано. Это делается все вручную с помощью надфилей. Видите, как это все выглядит. Вот он. Безо всяких каких-либо проблем и токарных станков. Даже, видите, блестит. Я его уже потом заполировал. Все легко и просто. Но опять сталкиваемся еще с одним нюансом. Сейчас я вам его тоже покажу. Так как гаечка чуть-чуть подлиннее, а количество витков резьбы на ней поменьше, чем на родной. Но сталкиваемся мы с другой проблемой. Когда мы начинаем вкручивать ее до конца на вторичную шестерню главной пары, да, на ведомую, то вот в данный момент я закрутил сильно, да, и мы видим, что вот вторичная шестерня, она как бы оттуда вылазит. И, соответственно, что у нас делается, начинает выдавливать на поверхность подшипник. К чему это приводит? Это приводит к тому, что еще сверху ставится вот такое вот колечко разделительное, да, но это я так его называю, как оно правильно называться, я не знаю. И сверху ставится сальник. С виду вы можете почувствовать, что когда одевается вот такой вот ступор, да, чтобы оно не раскручивалось, увидите, что он до конца к ротору будет к этим вот резьбовым отверстием не садиться. Понятно, что это пластмасска, можно закрутить эти ушки, они чуть-чуть прогнутся, ну, потом это будет все идти, наизлом сломается. Но это даже дело не в этом. Самое главное, что вот, когда подшипничек будет чуть-чуть крутиться, он этими вот местами будет цепляться за этот вот сальник, либо он вообще будет ими тормозиться и просто работать как втулка. Вы поняли, да? Чтобы вот этого момента не происходило, нужно будет снять там буквально где-то полтора витка резьбы сточить сверху, да, вот этот вторичный шестерень, он стачивается, да, и, соответственно, когда вы уже закручиваете ротор, да, стачивается ровно так, чтобы он уже не выпирал, не подпирал вот этот вот подшипник. Это вот что вам еще придется сделать. Можно избежать этой ситуации, подложив под шейку ротора, как бы сказать, шайбы и поднять его по этим виткам резьбы, чтобы он не доставал, да, как я и говорю в первом варианте. Но потом, после таких маневров, вам, конечно, придется регулировать регулировочными шайбами намотку шпули, да, ну и, соответственно, ротор, как бы, будет относительно корпуса, если так смоделировать ситуацию, да, он будет вот так вот, как бы сказать, смещен, да. То есть я пошел другим путем и сточу там где-то виток или полтора витка резьбы. Вот, уважаемые зрители. Ну и теперь можно посмотреть, что из этого всего получается. Вот так вот вставляется. Что проходит насквозь старичную шестерню? Вставляется подшипник. И при вращательных движениях мы видим он крутится. Крутиться он будет не всегда вот так, как вы думаете. Он будет в некоторых местах, когда он так вот идет останавливаться, подкручиваться, опять останавливаться. Для этого там и сделана вот эта втука, что она не всегда будет крутиться по кругу, она еще как и скольжение, ну вы поняли, да, приходить туда-сюда и крутиться вот таким вот образом. И будет примерно как у Стеллы. Либо как вот любит такую конструкцию делать фирма Дайва. Что в принципе Шамана это делает только на моделях Стеллы, да. Такой конструктив только на топовой модели. Дайва это делает и на более дешевых катушках. Иногда они даже не ставят подшипник, но ставят втулку, да. Что в принципе добавляет Дайве более легкий и плавный ход. Вот, уважаемые зрители. В принципе вроде все, ничего не забыл. Может забыл. Вот. Если будете делать что-то подобное, а повторять за мной я не рекомендую вам, уважаемые зрители, в принципе, делать самостоятельно такие операции, то не забывайте покупать сразу Гайкер от Стеллы. Вот полностью комплект. Вот это вот разделительное кольцо. Для чего оно нужно? Оно, как бы у нас, видите, отделяет вот этот вот сальник от соприкосновения вот с этим подшипником. И, соответственно, внутри его запрессованной втулочкой, чтобы при вращении подшипничек, вот видите, не подклинивал, а свободно вращался, да, а не превращался в обыкновенную втулку. Вот. Вот, уважаемые. В принципе, все я вам вкратце и быстренько рассказал, потому что нет времени. У меня все дальше, много-много всяких разных дел. Ну и хотелось бы, наверное, впервые на моем канале, наверное, не знаю, как правильно назвать, викторина, не викторина, то есть разыграть вот такой момент. То, что я вам сейчас показал по тюнинг, про тюнинг, да, я не договорил некоторые вещи, как и в большинстве своих видео, я либо про них не рассказываю, либо не договариваю, и можно подумать, что я сделал какую-то ошибку, что вот не рассказал, или я что-то делаю не так, да, но это я делаю осознательно, да, в некоторых моментах. Но в данный момент я конкретно, как бы вам сказать, что-то не договорил, а в принципе допустил как минимум 3 ошибки при этом тюнинге, да, то есть если кто-то в течение недели напишет мне комментарий и скажет, где я допустил 3 ошибки, то я вам абсолютно бесплатно вышлю вот такой вот небольшой комплект смазочек. Это шимановская смазка DG14 и вот такая вот оригинальная тоже шимановская жидкая смазка Real Oil. Почему? Высылаю их не по одной, а именно в комплекте. Эта смазка применяется для роликов лесоукладывателя, также ее можно применять для кнопок, для щелей в корпусе, она водоотталкивающая, да, жидкая смазка, чтобы ее можно было смазывать, потому что она в своем чистом виде, она густоватая, и если ее применять для таких мощных катушек, как 4000 SVPG, где вы работаете с большими весами, то в принципе ее консистенции вполне достаточно для ролика лесоукладывателя, потому что он, эта катушка работает с большими нагрузками, весами и большими толстыми шнурами, и ему хватит как бы усилия прокручивать и разработать эту смазку. Если вы ее будете применять на более мягких или ультралайтовых катушках, вам ее именно придется смешивать консистенцию с жидкой смазкой, чтобы она легче крутилась. Вот от этого, как бы я вот такой дельный комплект вышлю тому абсолютно бесплатно, кто назовет три причины, где я допустил ошибки. Вот, уважаемые зрители, думаю, всем будет интересно подумать, проверить себя, потому что вот с многими друзьями, блогерами и просто друзьями разговариваю, говорит, у тебя, говорит, канал специфичный такой, и, наверное, твой канал смотрят, типа, скажем так, продвинутые рыбаки, либо как элита рыболовного мира, которая думает мозгами и делает руками. Ну, я так не считаю, потому что, думаю, смотрят и те люди, которые хотят совершенствоваться, да, и вся наша жизнь постоянно учение, я тоже не гений, тоже постоянно учусь, и всегда говорю своим друзьям, я тоже на каком-то этапе был, извиняюсь за выражение, лохоебом. Вот так вот это называется среди моих друзей, да, то есть человек, который не понимает или мало опыта. Все мы ими были, да, ты не рождаешься, сразу же каким-то научным гением все допускают ошибки, и от этого, думаю, те люди смотрят мой канал, которые хотят учиться, интересуются и растут по рыболовной лестнице, скажем так, вот. Вот так вот хотел сказать, от этого для таких людей я вот разыграл такую, даже не разыграл, а как бы предложил, наверное, такую викторину. Ну, а, соответственно, если даже кто-то не наживет три моих косяка, да, то хотя бы один или два я посмотрю, может быть, я тоже вышлю эти смазки, да, ну и, соответственно, я сейчас не забуду, если не забуду, то мне надо просто как бы ехать, я приеду и засниму видео с этими косяками, да, то есть это не просто будет вот так вот, что вот я придумал что-то, я сейчас постараюсь на это видео и показать эти косяки, их обосновать, и после этого, если кто-то правильно все ответит, я вышлю с мазочки, я выложу это видео с моими косяками. Ну, я скажу, два косяка, они вообще как бы незначительные, и можно ими пренебречь, ну, а один косяк, очень сильный такой косяк, значительный, и тюнинг просто не имеет смысла без этого, ну, скажем так, если это не сделать, да, какой-то этот вид, скажем так, процедуру, да, какую-то, да, то этот тюнинг просто не имеет никакого смысла, а даже ухудшит положение дел. Ну, вот, уважаемые, кому понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями, до свидания, всем до новых встреч.